Лесничий выбирает елки повыше и покрасивее, остальные деревья оставляет на доращивание. На плантации гутянского лесничества 4,5 тысячи лесных красавиц уже ждут своих хозяев. По правилам государственных лесхозов лесничие маркируют каждое дерево специальными приспособлениями и советуют перед покупкой новогодней елки обращать внимание на следующее. Для того, чтобы понять, что елка была срублена законно, на ней должна находиться вот такая бирка, на среде дерева должно быть выбито клеймо, а также к ней должна прилагаться товаротранспортная накладная. Лесничие считают, такого способа защиты для деревьев достаточно. К тому же любой человек может узнать, где срубили елку. Бирка вводится в загальноукраинскую базу, которую каждый гражданин, если у него есть мобильный телефон, может набрать и проверить, в каком лесгоспе нашей области или всей Украины она была придбана. Но браконьеров в этом году не уменьшилось, утверждают в управлении лесного хозяйства. Воришек с мелкими партиями елок хватает. Чтобы сберечь хвойные насаждения от нарушителей, по области дежурят рейдовые бригады. Было складено 28 протоколей, вылучено 33 незаконных добуто ялинки, штраф за незаконную рубку от 85 до 70 гривен, ну и сбытки, которые нараховываются за каждую срубленную ялинку, от 173 гривен до 2000. В этом году полутораметровая красавица обойдется примерно в 60 гривен. Чем выше дерево, тем дороже. Заведующие лесничеством просят беречь лес и покупать елки в специализированных торговых точках. Алина Коба, Алексей Жичков, Медиагруппа «Объектив».